здравствуйте друзья вы на канале доступная реабилитация я вас приветствую и сегодня мы продолжаем говорить о парезе стопы об отвисшей стопе у меня на канале достаточно видео материала целый плейлист посвященный этой проблеме эта проблема действительно серьезная которая радикально меняет качество жизни человека и поэтому мы подробно разбираем эту проблему постоянно дополняя ее какими-то новыми упражнениями размышлениями оборудованием и так далее итак друзья смотрите парез стопы может произойти в силу разных неврологических заболеваний в силу травмы парез стопы может быть не только изолированным это может быть при гемипарезе все рука нога последствия инсульта всевозможных черепно-мозговых травм и вмешательств головной и спиной мозг факт остается фактом стопа висит и особенно это важно при реабилитации полного пареза ноги потому что очень часто делают упор на шаг на бедро на движение в коленном ставе но почему-то не обращают внимание на стопу и потом возникают определенные проблемы дальше уже в процессе реабилитации поэтому стопу даже при полной парализации ноги надо обязательно отрабатывать надо отрабатывать мышцы стопы надо восстанавливать движение чтобы в будущем не было у человека проблем с шагом на ребро ноги с подворотом ноги и так далее друзья сегодня мы с вами разберем еще упражнения упражнения из облегченных облегченных исходных положений и упражнения такие провоцирующие рефлекторный подъем стопы то есть всеми путями мы пытаемся вытащить это движение но прежде чем мы перейдем к упражнениям я хочу друзья еще раз напомнить что мы работаем не только в москве мы работаем также в санкт-петербурге мы проводим там реабилитацию с выездом на дом непосредственно к пациенту мы работаем со всей неврологией мы работаем со всей травматологией эндопротезирование суставов неважно коленный тазобедренный плечевой любые проблемы в плане реабилитации мы решаем выезжая к вам непосредственно на дом первичные консультации провожу я но это под запись то есть когда набирается определенное количество пациентов я приезжаю на пару дней в петербург и провожу все необходимые консультации и далее расписываю программу и уже потом к вам по этой программе приезжает реабилитолог и проводит все необходимые процедуры мы занимаемся не только лечебной физкультурой в курс включается и массажи и физиотерапия и кинезиотеопирование то есть все что вам необходимо для быстрых результатов для быстрого и качественного восстановления мы это применяем непосредственно приезжая к вам домой записаться на консультации можно написав мне ватсап здесь мы уже с вами окончательно обо всем договоримся о сроках о времени приезда приезда моего и так далее итак давайте переходить к упражнению смотрите друзья мы разбирали в предыдущих видео массу упражнений и пассивных и активно пассивных но сейчас я хочу поговорить о тех упражнениях которые также можно добавить в свои занятия выполнять их самое главное самостоятельно и эти упражнения они чуть-чуть отличаются от того что мы с вами обсуждали до этого итак смотрите друзья у нас проблема с подъемом стопы у нас проблема с шагом потому что когда мы шагаем нам приходится поднимать ногу высоко когда мы выполняем упражнения из вот этого положения пораженная стопа как правило в состоянии подошвенного сгибания то есть она отвисает у нас и нам приходится всю вот эту амплитуду протянуть на себя значит давайте первое положение о котором я хочу поговорить смотрите когда мы сидим нога у нас лежит на поверхности носок у нас разумеется за счет пореза оттянут и все попытки поднять стопу на себя к сожалению не приводят к результату как эту ситуацию нам переломить здесь надо чуть-чуть согнуть ногу в колени вот из этого положения мы пробуем как бы через пятку перекатить и потянуть стопу на себя это положение более комфортное для подошвенного сгибания и с него надо начинать свои движения либо включать его уже в процессе занятий когда вы почувствовали хотя бы частичное напряжение мышц отвечающих за подъем стопы и так ногу сгибаем в колени и через пяточку пробуем перекатить потянуть стопу на себя поднятие под большинство я вас уверяю это движение получится если не получится ничего страшного пробовать тоже его нужно смотрите нам очень важно очень важно не только движение в стопе но если у вас дернутся пальцы на себя не пойдет стопа а начнут подниматься пальцы это тоже хорошо проблема в том что за подъем стопы и подъем пальцев отвечают две разные мышцы они лежат рядом друг с другом но функции их разные то есть передние большеберцовые мышцы у нас отвечают за подъем стопы а длинный разгибатель пальцев у нас отвечает за подъем пальцев и часто бывают ситуации когда та или иная мышца берет на себя функцию соседней мышцы вот это надо четко понимать и соответственно если вдруг смотрите ситуация какая если у вас пошла стопа на себя но не пошли пальцы наоборот вы натягиваете стопу на себя у вас сокращаются подошвенные мышцы и у вас пальцы наоборот нажимаются вот сюда тоже нехорошее положение которое рано или поздно вам при ходьбе скажется отрицательно поэтому здесь либо мы берем как в предыдущих моих видео вот эту черную ленту которая кстати друзья давайте сразу уже скажу это ни в коем случае не реклама она продается на маркетплейсах меня этим вопросом просто все допекают где она продается любой маркетплейс заходите набираете лента для йоги или лента для растяжки и где-то и ищите и там она будет там она будет и там вы ее купите вот продолжаем значит лентой поднатягиваем пальцы не стопу а только пальцы выводим положение разгибания и после этого удерживая пальцы вот этой лентой мы пробуем поднимать стопу чтобы движение было и по длинному разгибателю пальцев и по передней большеберцовой мышце если же как даже не если же а когда вы отработали тыльное сгибание пальцев ой тыльное сгибание простите стопы на себя но нам надо включить пальцы как это можно сделать друзья здесь у нас есть следующий вариант берем свою ну давайте я поменяю ноги чтобы вам виднее было мы поднимается вот из этого положения у нас поднимается стопа но не поднимаются пальцы как нам с вами спровоцировать попытаться спровоцировать подъем пальцев мы занимаем это положение нога согнута чуть-чуть и здоровой ногой накрываем удерживаем стопу от тыльного сгибания и пробуем поднять и пальцы и стопу на себя и вот здесь когда у вас не идет стопа рефлекторно ваш организм захочет помочь пальцами и вот здесь у вас уже появится движение пальцами вы расслабляете ногу и опять придерживаем опять тянем и здесь добиваемся движения в пальцах разгибания в пальцах и уже после этого начинаем совмещать эти движения убираем ногу которая удерживает стопу и пробуем поднимать это все вместе и пальцы разгибать и стопу поднимать на себя далее друзья какой еще возможен вариант значит если у вас просто порез стопы то здесь вы справитесь сами если у вас гемипорез то вам потребуется помощник который удержит ногу в правильном положении какое это положение мы с вами ложимся на живот на живот мы легли на живот и согнули ногу в коленях парализованная стопа у нас уже находится в положении 90 градусов то есть она не вот так вам не надо протягивать весь всю амплитуду движения в голеностопном суставе вы ногу согнули если нога не сгибается и не держится вам ее кто-то должен поддержать из этого положения друзья мы пробуем уже опускать стопу вниз вот это движение делается у нас получается из этого исходного положения фактически вам надо пройти полпути причем полпути в максимальное напряжение мышц которые отвечают за подъем стопы и сгибание пальцев мы опускаем стопу вниз и расслабляем опускаем стопу вниз и расслабляем пусть сразу не получится полноамплитудное движение пусть это будет вот короткая попытка это ощущение того что вы вроде как потянули вниз и вот дальше дальше мы развиваем это движение потянули расслабили потянули расслабили потянули и расслабили как вариант и очень неплохой и удобный вариант можно использовать но в этом исходном положении лучше конечно работать без обуви обувь будет чуть-чуть ограничивать вам это движение или же наоборот тяжесть обуви будет продавливать стопу чуть ниже и вам сложнее будет ощутить вот это движение друзья но я уже вижу ситуацию в которой мне люди напишут что но мы же не можем лечь на живот да я согласен после инсультов с гемипорезом перевернуться на живот достаточно сложно ну и не всегда люди есть такой комплекции которые не могут перевернуться на живот есть люди которые в принципе не могут лежать на животе у них затруднено дыхание что делать в этом случае в этом случае мы ситуацию все равно приводим к тому что нам нужно что мы делаем друзья мы берем неважно табуретка стул все что угодно мы стоим обязательно у нас под рукой должна быть опора мы стоим на здоровой ноге больную ногу пораженную ногу мы кладем на табуретку или стул и в этом положении физически у нас опять же стопа под 90 градусов она не оттянута вот туда она у нас находится под углом 90 градусов если мы лежа на животе старались тянуть стопу вниз то в этом положении мы стараемся стопу тянуть вперед вот это движение и расслабляем опять потянули стопу вперед и расслабили потянули стопу вперед и расслабили смотрите друзья с точки зрения положения это упражнение оно чуть сложнее чем лежа на животе поэтому начинать вы можете если вы можете лечь на живот начинать вы можете с положения лежа на животе и потом когда у вас уже будет более-менее какие-то движения переходить вот на это положение здесь вам придется убирается момент земного притяжения у вас лежа на животе стопу тянет вниз под собственным весом а здесь Здесь она уже смотрит вниз, и вам надо её тянуть вперёд. В чистом виде работают у нас мышцы. Это вот в этом положении получается максимальная изоляция мышц, которые мы хотим восстановить. И самое главное, друзья, обратите внимание, я потянул стопу вперёд, и потом я расслабил ногу. Не надо тянуть на себя и оттягивать стопу назад, потому что включится мышца-антагонист, и вы её начнёте тренировать. Нам её сейчас, друзья, тренировать не надо. Нам надо, чтобы у нас работали только мышцы, которые поднимают стопу вверх или в данном положении тянут её вперёд. Два исходных положения. Та же три, я бы сказал, с исходным положением сидя. Друзья, и теперь, смотрите, можно провоцировать движение рефлекторно, сыграть на неосознанной иннервации, на резкой иннервации, то есть когда в том или ином положении организм сам за вас попытается сработать. Как это сделать, друзья? Но здесь лучше использовать, конечно, стенку. Мы встаём, мы находим свободную стену, либо мы кого-то, кому очень сильно доверяем, ставим сзади, чтобы он вас подстраховал и поймал. Мы встаём, ноги у нас, ну, начнём мы с ширины плеч, даже чуть-чуть уже, грубо говоря, чтобы между ногами у вас была, гипотетически, ещё входила ваша стопа. Мы стоим от стенки на расстоянии где-то 30 сантиметров. Сзади стенка или страхующий человек. И вот здесь самое главное – набраться смелости, набраться смелости, доверия, всего чего угодно. Стопы у нас, друзья, параллельно смотрят друг на друга. Вот так мы не стоим. Наша задача – стопы параллельно, ноги чуть уже плеч. И здесь мы не попой назад, а всем корпусом назад начинаем валиться. И вот здесь, смотрите, организм сам срабатывает. Он начинает поднимать наши стопы. В зависимости от того, насколько далеко вы от стены, у вас может пробиться этот нервный импульс ситуационно. Когда вы начинаете падать, у вас поднимается стопа. И, скорее всего, чем дальше вы падаете, тем усиливается импульсация на это вынужденное положение. Понимаете, о чём я говорю? То есть это рефлекторное движение, которое так же, как махать руками, когда теряешь равновесие. Мы же неосознанно махаем, маршем, маршем, простите, руками, когда теряем равновесие. Здесь то же самое. Мы начали заваливаться назад всем корпусом и автоматически на грани потери равновесия при падении назад у нас наша нервная система проталкивает нервный импульс и стопы мы задираем. Для чего мы это делаем, друзья? Я уже говорил в предыдущих видео, что на начальных этапах важно не столько само визуальная визуализация движений, не столько сгибание стопы, сколько ощущение сокращения мышцы, которая отвечает за подъём стопы. Вот если вы это почувствовали, если вы запомнили это ощущение и начинаете из раза в раз его повторять, то рано или поздно это ощущение перейдёт уже в движение, потому что ощущение – это тоже нервные импульсы. Есть такое понятие, как идиомоторные упражнения. То есть когда вы настолько хорошо представляете какое-то движение, что нервные импульсы идут в ту мышцу, которая осуществляет это движение. Поэтому вот такими провокациями мы пытаемся, основная наша задача на ранних этапах, не столько получить движение, сколько получить ощущение сокращения мышцы и понимание вот этого ощущения и дальнейшее развитие этого ощущения до физического визуального сокращения и, соответственно, движения того, которое утрачено вследствие заболевания. Друзья мои, ну а как пример, чтобы окончательно стало понятно, можно привести фантомные боли при ампутации. Ну это такой средненький пример, но, по крайней мере, он будет понятен. Конечности уже нет, ее ампутировали. Но проводящие пути и мышечная память сохранились в нашей нервной системе. И поэтому вот эти импульсы идут дальше уже в несуществующую ногу. И люди после ампутации, это достаточно серьезная проблема, с которой борются медикаментозно, в том числе чувствуют боли, жжение, присутствие ампутированной конечности. Представляете, насколько нервный импульс, насколько наша нервная система проводит этот импульс уже даже к несуществующей конечности. Здесь то же самое. Если вы пробьете этот импульс до ощущения сокращения мышцы, то это хорошо, это плюс, это дальнейшее восстановление. И дальше это ощущение можно будет перевести в физическое, визуальное движение и избавиться от этого недуга. Так что, друзья, пробуйте, пробуйте вот эти варианты. Еще раз повторюсь, кто в Петербурге, кому нужна реабилитация, пишите мне в WhatsApp, запишем, я приеду, вас посмотрю, потестирую, подготовлю индивидуальную программу вашей реабилитации. К вам приедет мой замечательный реабилитолог и выполнит все необходимые процедуры и восстановит вас до того состояния, которое вам бы хотелось, но и которое возможно восстановить. Друзья, на сегодня это все. Увидимся с вами в следующих видео. Всего вам доброго и будьте здоровы! Субтитры подогнал «Симон»!